Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре седан Чанган Лямор. На видео автомобиль с бензиновым мотором объёмом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля – белый перламутр. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 225х45. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена в крышке багажника. Рейлинги не предусмотрены. Автомобиль оснащён панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащён системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. В оформлении интерьера использовано два цвета – серый и чёрный. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперёд и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Память электропривода сиденья не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки Start-Stop. Автомобиль оснащён цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов – левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащён светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В решётке радиатора находится камера переднего вида. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стёкла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 128 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Блок управления передними и задними элементами. Электростеклоподъёмниками. Все стеклоподъёмники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах, данные мультимедийной системы и меню настроек автомобиля. Продолжение следует... Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Автомобиль оснащён адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным вертикальным дисплеем размерностью 13,2 дюйма. По административному делу почему-то составляли оперативные сотрудники в СИМ посвернулся... В составе акустической системы шесть динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном, воспроизведение файлов из встроенной памяти, присоединение внешних устройств через USB-разъёмы и работу онлайн-приложений. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает функцию Carbid Link. Это даёт возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащён встроенным видеорегистратором. Видеорегистратор может записывать изображение с камеры, которое направлено в салон. Видеорегистратор может записывать изображение со всех наружных камер. Автомобиль оснащён системой кругового обзора. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащён системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Eco, Normal или Sport. Автомобиль оснащён системой помощи при движении по склону. Отключение системы стабилизации. Отключение системы старт-стоп. Активация функции автохолд. Автомобиль оснащён фоновой подсветкой интерьера. Автомобиль оснащён интеллектуальным круиз-контролем. Автомобиль оснащён системой слежения за полосой движения с возможностью корректировки курса. Автомобиль оснащён системой предотвращения столкновения спереди. Автомобиль оснащён системой мониторинга пространства при движении задним ходом. Автомобиль оснащён системой предотвращения столкновения сзади. Автомобиль оснащён системой автоматического экстренного торможения. Автомобиль оснащён системой торможения при обнаружении опасности сзади. Автомобиль оснащён системой удержания в полосе движения. Автомобиль оснащён системой предупреждения при опасном открытии дверей. Автомобиль оснащён системой экстренного удержания в полосе движения. Климат-контроль однозонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Иконка переключения и рециркуляции воздуха. Иконка АС отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Водительское кресло оснащено трёхрежимным подогревом. Потолок чёрного цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрена беспроводная зарядка. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральным тоннелем предусмотрена розетка на 12 Вольт, слот для SD-карты и USB-разъём. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями мокрого типа. При включении задней передачи активируется задний парктроник и система кругового обзора. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдём к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделён полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нём расположены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрен дефлектор вентиляции. Снизу предусмотрен USB-разъём. Задние стеклоподъёмники электрические. Стекло при открытии опускается неполностью. Над дверью предусмотрена ручка и освещение. Теперь перейдём к осмотру багажника. Объём багажника составляет 520 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике предусмотрено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за рычажки. Спинка сидений второго ряда складывается целиком. При сложении сидений образуется ступенька. Электропривод крышки багажника не предусмотрен. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объём топливного бака составляет 51 литр. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырёхцилиндровый, объёмом полтора литра, с отдачей 166 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Чанган Лямор с бензиновым мотором объёмом полтора литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съёмках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях. Понравилась ли вам машина и какие ещё автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!